Папа, папа, мама, папа Ты фотографируешь? Молодец А что у тебя на голове одето, Мируш? А, Мируш, что у тебя на голове одето? Это что такое? Цепляю А зачем ты это цепляешь? Это для чего? Скажешь, для чего это, Мируш? А что это ты натворила? Это почему все так раскидано? Это что теперь будет? Расскажешь? Не будешь рассказывать? Почему? Может, расскажешь, что это такое? Кирюша, какая-то! При чем тут Кирюша, если здесь Мируша раскидала все? Кирюша, как Кирюша? Где Кирюша? Кирюши здесь нету, Кирюша дома Раскидала Мируша вообще-то Мирушу? Мирушу? Продолжение следует... Мама! Всем привет! Мы проснулись. Сегодня воскресенье. Мы только что сейчас плакали, потому что пытались сесть на стульчик и упали. Да, Мироша? Ну все, все, не надо плакать. Скажи привет. Скажи привет. Нет. Ну и скажи привет. А почему ты не хочешь сказать привет? Ты держишь крепко конфету? Вот, надо с утра кушать кашку, а ты кушаешь конфеты с утра, Мируш. Угу, уже вторую. Жук нашла конфеты, следователь наш. Уже она у тебя растаяла, вон, видишь какая. Ну, доставай коробку с фломастерами и рисуй. Ну, вообще-то надо пойти сначала позавтракать нам с тобой. Хотим, девочки, сегодня поснимать небольшой влог для вас. Давно уже не снимали. Рассказать, чем мы занимаемся. Что делали? В перерывах между неделю. Что делали? Расскажи, что ты делала? Кушать. Кушать? А еще ты в пижамке, нужно еще переодеться. Да? Заплести хвостик. И пойдем тогда кушать. Кашку, да? Ты кашку будешь кушать? Угу. Ну, все, девочки, пойдем мы завтракать, одеваться. Потом еще что-нибудь поснимаем. Ну, танцуй. Я буду. Ты давай потанцуй, что ты. Покажи, где собачка. Вот. Вот это ты собачку нарисовала. Ничего себе, какая красивенная собачка. А вот это что? М? А рядом что нарисовано? Кук. Кукла? Понятно. Надо подписывать, а то мама и не разберется, где собачка, где кукла. Чтобы потом тебе показать. Чарлик. Чарлик. Ой, ты наш кабанчик такой. Наш Чарлик кабанчик. Вот такой кабанчик. Вот такой кабанчик. Мирушка там. Мы никак не уйдем, девочки. У нас тут то рисование, то еще что-нибудь. И пучки. Вот Чарлик с улицы пришел. Да, Чарлик? Вот Мирушка к маме лезет на руки. Да? Рисоваю. Рисоваешь? Может, пойдем все-таки завтракать? Нет? Кирюша. Рисовая, будет Чарлик. Кирюша. Да, Чарлик? Ай, Чарлик. Ай, какой злоник. Ай, какой злоник красивый. Грозивый. Ай, ты какой грозивый. Вот так кусучий. Кусучий. Кусучий такой. Ай, ты Чарлик такой кабаняша. Вот кабаняша. Вот кабаняша. Три килограмма этот весит кабаняшкин. А еще и года нету кабаняшкину. А он такой кабаняшкин. Царапучий. Царапучий. Царапучий кабаняшкин. Царапучий. Царапучий. Вот такой. И мурчит, и царапается сразу. Да, Чарлик? Ай, ты Чарлик. Такой красивый кот. Ай, ты Чарлик такой красивый кот. Да, Мируш? Да. Мама, открой. Девочки, вы не представляете, какое это богатство. Да, Мируш? Что это у тебя, скажи? Пидан. Это чемодан. А что у тебя в чемодане? Открываем. И что мы открываем? Сюда открываем пидан. Открываем чемодан. И что видим в чемодане? Сюда. Это что, киндеры? Киндеры? Да. Давай посмотрим, что тут в киндерах. Это такая ценность, девочки. Вы просто себе представили. Это то же самое, что для нас ниточки. Для Мируши вот эти киндеры. Она их каждый день носит с собой, открывает. Все, это мышка. Видите, какая радость? Такой же восторг, когда мы достаем ниточки и смотрим на них. Мышка красавица. Мышка красавица. Конечно, мышка красавица. И ушки. И ушки у мышки. Вот такой восторг ребенок испытывает от открывания вот этих киндеров. Потом мы их все закрываем, складываем. И опять этот чемодан ходит с нами. А это я. Вот в такой домашней одежде. Анюта сейчас посмотрит мой влог и скажет, ты с ума сошла в этих штанах? Ну, девочки, это мои любимые штаны. Что поделаешь? Домашние. Я в них все время хожу. Я их очень люблю. В них очень удобно. Несмотря на то, что они уже очень старенькие. Мама откроешься. Все, хоть ты лопни. Так мы сейчас будем полдня все открывать, закрывать. И никаких дел. Да, Заяц? Вот так вот. Вот, посмотрите, какие мы красавицы. Мама связала шапочку в мире. Вот такую. Или ананасик, или малинка желтая. Даже не знаю, как это правильно назвать. Давай сейчас поправим красиво. О, вот так. Вот такая красота. Вот такой шарфик мама связала. Красивый Мируш. Да? Такая красота. Вот такую сумочку. Вот она. Принцесса маленькая. Вот она тут решила продемонстрировать, что скоро весной она будет ходить вот такая красивая. Шапочку я связала и шарфик по мастер-классам на ютубе девочки там показывали. Правда, я вот не могу вспомнить ник девочек. Это два разных канала. Ну и сейчас не буду уже говорить, потому что я правда не помню. Кто-то очень доступно показал, как правильно все связать. Я связала. А сумочку это я уже... А, сумочку, кстати, это я вязала. Изначально я вязала это шапку. Хотела связать шапку Мируши. Но пока... Ну, я начала осенью вязать. Все, снимай. Снимай. И пока зима закончилась, шапка эта стала нам мала. Но мне жалко было распускать вот эту вязку. Это крючком вязались косы. И я решила с нее сделать вот такую сумочку. Связала ей сюда ручки. И вот она теперь вот такая у нас дамочка с Амстердамом. Да, Мируш? Красотуш. Вот так вот. Красивая девочка. Такая красивая девочка. Вот такая красивая-красивая-красивая-красивая-красивая-красивая. Да? Красивая. Вот там у Мируши стол, да? На котором она рисует коробочку с фломастерами. Коробочку мама никак не декорирует. Все некогда. Да, Мируш? Девочки, вот посмотрите. Моя шаевальщица. Это я так говорю, потому что она мне всегда говорит. Мама, пойдем шаевать. И вот мы с ней вышиваем. Я втыкаю иголочку вниз. Сейчас, если у меня получится. Потом вот так вот. Подожди, Мируш. Вот. И она вытаскивает. Моя шаевальщица. Пойдем шаевать. Вот мы с ней шаеваем. Вот так. Кстати, девочки, мы уже... Сейчас покажу, сколько мы... Ой, мы тут смотрим Оксаночку Дерезу. Мою любимую. Все время. Очень. Оксаночка, тебе привет. Если будешь смотреть наше видео. Потому что очень люблю всегда смотреть твое видео. Наташе Андреевой привет хочу передать. Потому что тоже обожаю все ее видео. Влоговые. И вообще любое видео от Наташи я всегда смотрю с удовольствием. Так же, как и от Оксаны. Давай, доставай иголочку. Ну, зачем ты колешься? Доставай. Вышивальщица моя дорогая. Сейчас покажем, девочки, сколько мы здесь уже отшили. Давай покажем, девочкам, сколько у нас тут уже отшито. Давай, Мируш. Вот, посмотрите, девочки. Давай, Мируш, сейчас покажем. Вот, видите. Сейчас, Мируш, давай покажем. И потом еще дальше будем вышивать. Вот. Это мы вышиваем на оволочку, на подушку. У нас есть такая длинная подушечка. Вот здесь мы... Сейчас, Мируш, сейчас мама покажет. Здесь вот уже ябек отшила. И французские узелки, и листочки. А здесь вот остальные. Вот последний мак Это мы с ней все вдвоем вышивали Ну вот так вот отчасти Она бывает Вышиваем, вышиваем с ней Потом раз она мультики там засмотрелась Я быстренько шью дальше Потом она вспомнила, что мы вышиваем Опять, убирай ручечку Мама сейчас Она опять вытаскивает иголочку Опять вышивает Ну, давай, доставай Мирушка Колючая иголочка, доставай Вот так мы вышиваем Давай, теперь мама Оп, теперь мама Вот, два года мы вышиваем Буду шоевать, она говорит Держи хорошо, пяльцы Ты же умеешь держать? Вот, держи Мама сейчас будет иголочку Устаскивать Тебе И Мируша И Мируша будет что делать? Что Мируша делает? Скажи Иконку А что это значит? Что ты делаешь? Вышиваешь? Угу Вышиваю Ой, это будет иконка Сейчас мама даст тебе иголочку Вот, пожалуйста Не очень, конечно, удобно Оп Вот, иголочка Это мы взяли Вот этот сюжетик Эти цветочки Из журнала Формула рукоделия Сейчас Я у кого-то видела На ютубе Кто-то тоже такой Мирушкин, подожди Сейчас мама все сделает У кого-то видела Кто-то вышивает тоже Угу Это июнь 2014 года Вот тут Очень много таких сюжетиков И вот я решила Отшить такую налочку А здесь мы еще вот вяжем Кира увидела же шапку Что я Мире вязала Потому что Кирюша болеет А Анюта ездила себе Лечить зубки Я сидела с Кирюшей Когда она ездила к зубному Ну, чтобы зря время не терять Я брала с собой Там вязала Мире шапку Ну, Кира же тоже, естественно Загорелась Ну, в итоге мы решили Что мы ей свяжем повязку Такую же И цветочек туда свяжем Ну, потом она передумала Решила, что ей надо Чтобы там были ягодки Клубничка или малинка Я говорю, ну, хорошо Будет, значит, клубничка или малинка Так что вот так Продолжаем вышивать Я хочу сравнить Ниточки ДМС Вот по карте цветов С ниточками ПМК Кирова Просто Оксана Тереза У меня спросила Ты не сравнивала Я как бы так не задавалась Этим вопросом А это вот взяла карту И решила посмотреть Насколько же ниточки ДМС По цветовой палитре Отличаются от ниточек ПМК Кирова Вот сейчас мы видим Ниточки ПМК Кирова И вот 606 номер ниточек ДМС Так вот, если смотреть То они практически идентичны Очень они совпадают Цветовой гамме Но единственное, что Ниточки ДМС, конечно, они блестят А ПМК Кирова Они более матовость Такой имеют Не такие, конечно, как ДМС Но это вот что Если говорить с красным цветом Например Вот берем Цвет, например, оранжевый Да Вот это вот У меня просто осталось Столько ниточек Вот берем под Оранжевый цвет Получается, что Если вот подбирать То ниточки ДМС Из оранжевых оттенков Как бы здесь нет такого оттенка Который более или менее Вот этот только 947 подходит Но все равно ПМК Кирова Они более светлее, чем ДМС Например, вот такой вот цвет Сиреневый Когда мы берем Например Вот пасмочку Да Вот так вот прикладываем То видно, что Сейчас более четко сделаю Вот, например, киреневый цвет Так кажется, что они тоже практически одинаковые Если даже берем, например, одну ниточку Сейчас, минуточку Вот, если мы возьмем сейчас одну ниточку Приложим То она совершенно сливается И очень даже как будто оно одно и то же Но, а в целом, все равно Я вижу различия этих ниток В тонах Есть все равно какой-то полутон Который все равно не похож И, конечно, если когда отшивать В целом работу ниточками ПМК Кирова Все равно она будет отличаться, конечно Не от того, что качество ниток хуже Нет, просто здесь все равно палитра цветов Немножечко имеет какое-то свое Расхождение между ниточками Все равно есть И поэтому Работа будет в целом отличаться От работы, которая будет вышита ниточками ДМС Конечно, они похожи практически Но в то же время и не похожи Полутона все равно присутствуют Как бы там ни было Поэтому я думаю, что, конечно Если вышивать ниточками ДМС И там, например, просто Если как бы не хватает ниток То лучше тогда дошивать Наверное, не ПМК Кирова Я думаю, что в гамме легче подбирать Или уже ДМС только дошивать Еще хотела вам показать Свои многострадальные розы И кружева, которые я никак не дошью Бросаю их, вяжу Потом опять начинаю Бросаю что-нибудь делать другое Опять начинаю Ну, просто меня, девочки, канва Это достало, верите? Вот уже четвертую иголку я вчера взяла Работа, которая здесь 18 на сколько-то тут, я не знаю Она 13 сантиметров Четвертая иголка Вы меня извините Просто-напросто она стала дугой Как будто ушки я ей прокалывать буду А не вышивать Верите? Вот такая вот канва деревянная Просто кошмар Конечно, все очень красиво Но просто она меня замучила Никак я с ней не покончу С этой работой Конечно, очень все красиво получается Я не спорю Вот кое-где я уже бэк отделала Вот эти розочки Они просто шикарные получаются С бэком Вот эти маленькие на кувшинчике Они просто классные вообще Здесь, конечно, я не могу Даже если я здесь отошью бэк Я не могу сказать, что это настоящая какая-то роза Ну, может, это на чайные розы больше похоже Но не похоже Это на настоящую розу На цветок розы Здесь еще как-то Вот здесь она больше смахивает Эта вот роза На почвопокровные розы Она, да, вот почвопокровная роза Она вот так вот мелко цветет Вот такие у нее мелкие листочки Такие у нее маленькие бутончики Вот здесь она похожа А вот это вот Ну, никак не роза Не знаю Мне почему-то не кажется, что это розы А здесь вот Здесь вот они без бэка Просто, видите, цветовые пятна Конечно, бэк свое делает Бэк здесь, конечно, сложный Очень Мучительный, как бы сказать, бэк Не очень легкий Ну, чуть-чуть осталось Никак не добью я эту работу Потому что канва просто Меня выматывает Вот, пожаловалась Мучительный, как бы сказать Мучительный, как бы сказать, бэк Мучительный, как бы сказать, бэк Все, больше петь не будешь? Еще. Давай еще попой. Все, не будешь больше петь? Нет. Все.